На данный момент мы закончили с плиткой в зале, в коридоре, в рабочей комнате, в кладовке, которая при кухне. И сегодня нам надо затереть швы. Сейчас мы все подготавливаем, убираемся. Я пропылесошу быстренько, и Вова начнет этим заниматься. Затирать будем вот этой затиркой. Это от фирмы... От фирмы... Где фирма? От фирмы Сопра. Так, она подходит у нас и для наружных, и для внутренних работ, для всех видов керамики и натурального камня. Цвет у нее серый камень номер 22. Ну, вот такая. Это ведра по 5 килограмм, по-моему. Начинаем. Вова развел затирку. Шуба по-немецки. Мы, кстати, поставили в зоне кухни клинтуса из плитки. На всякий случай, мало ли чего, там кран сорвет. Не кран, а этот шланг сорвет от посудомойки. В общем, как выяснилось, это частое явление. И потом подтапливается. Чтобы у нас стабильный был клинтус, и вода не могла попасть ни на стены, ни за стены. Да. Сейчас он заделает пока швы на клинтусах. И начинает уже делать затирку на полу. Объем большой. Нам сегодня надо сделать все вот это. Коридор. Так что работаем. Я сегодня приступаю к покраске нашей спальни. Купили краску. Сейчас откроем, посмотрим вместе. Выбирал муж и оттенок. В общем, привез. Я еще не видела. Удивимся. Ну, в общем, что выбрал, так и будет. Уже не будем мучиться с этим, потому что стали убирать краску для зала. Обклеила я все потолки скотчем малярным, чтобы они у меня не запачкались. Но все равно где-нибудь лупану. Я потом подчищу. И начну я, наверное, вот с этой стены. Крышку я уже отщелкнула. Сейчас мы ее поднимем и посмотрим. Вообще должна быть такая слегка бежевая красочка. Ну да. Да. Ну что, начнем. Что у нас на сегодня? Мы закончили с затиркой. То есть весь пол у нас готов по первому этажу. Мне очень нравится результат по полу, который у нас получился. И плитка, и затирка. Конечно, еще тут куча приборов стоит его, они все уберутся. Но все равно, даже сейчас, еще когда у нас нет ничего, ни мебели, ни кухни, ни плинтусов, все равно уже вид прям такой какой-то уютный. Мне очень нравится. Пойдем посмотрим, чем я сейчас занимаюсь и по второму этажу немножко пройдемся. У меня муж уехал в бекерайку, в пекарню за булками и молоком. Быстренько пробежимся. В общем, тут вот в маленьком этом коридоре на втором этаже будет точно такой же пол. Не будет, а уже есть, который у нас на первом этаже. То есть вот эта плитка под дерево. И все уже тоже затерто, сделано. У нас остались только комнаты. Детскую комнату мы с Максимом полностью обклеили. Ему теперь остается только положить ламинат. Уже все куплено, и ламинат куплен, и подкладка под него. Ну, Максиму некогда. Он первый раз клеил обои. Конечно, получалось на свето долго, но все равно молодец. Вот такие он выбрал обойки. Тут полосателенькие имитации тоже вот этих рейчек. А тут просто однотонные. Все, у него остался только пол. Лампу ему купить, и он может уже свои вещи перевозить. Также мы заказали двери. Сколько? Семь штук, да? Придут они, наверное, через месяц-полтора. То есть пока без дверей, даже если мы переезжать будем. Но ничего, пока без дверей поживем. И также заказали мы ванную. Вот тут у нас унитаз, душевая, там всякие краны. Раковину еще для ванны не заказали. Ванну Вова почти доделал. Вот доделают когда полностью, тогда сходим, посмотрим. Я закончила с покраской стен в нашей спальне на втором этаже и в гардеробной, которая к ней прилегает. Результат получился хороший. Цвет мне нравится. Такой он нежненький, светлый, не темный, что не утемнило спальню, потому что окна выходят на север. Остается нам только положить тут ламинат. Ламинат мы уже купили. Сейчас сходим, посмотрим. Он на первом этаже пока лежит. И я тут прибираюсь, пока мне еще надо от розеток отклеить. Немножко скотч остался. Поверху с потолка скотч я уже отклеила. И остается мне тут покрасить только откос. Он подклеен уже вот этим флисом, обойками такими. Как только Вова мне пройдет акрилом вот эти углы между окном и стеной, и откосом, я это все покрашу. Работы тут немного, буквально на 10 минут больше обклеивать будет окно, чтобы не заляпать. Да, наверное, часа, ну нет, не часает, я загибаю. Минут 30 обклеить, минут 10 красть, и потом через пару часов покрасть второй раз. В принципе, все, тут уже все готово к ламинату. Все, я сейчас буду отклеивать от розеток и подмету. Я заклеивала тут все, чтобы не заляпать и не запачкать. Ну, теперь мы это все уберем. Быстро, легко, аккуратно вышло. Хорошо. Так, друзья, всем привет. Постараюсь перекричать моих помощников, которые в соседней комнате кладут ламинат. И очень шумят, потому что сегодня пришел старший брат, помогает младшему работать. От них больше шуму и хождение по углам. Ну, ладно, пусть трудятся. Мы сегодня приступаем к укладке ламината в нашей спальне, то есть гардеробная и спальня. А также я покрасила окно, откосы на окне. Вот обклеены они, сейчас мне уже надо будет снять скотч. Второй раз я тоже уже прокрасила, и я это все сниму. Значит, это наша подкладка под ламинат. Что за фирма? Вот такая. Или так, слоник нарисован, по-моему, 2,2 мм. И подходит для теплых полов. Сейчас начнем. Сегодня я красила по новому методу в интернете. Увидела у профессиональных маляров, маляров, то, что сначала, да, по границе скотча надо прокрасить тем цветом, который был до этого покрашен. Чтобы он заполнил все поры между скотчем. И потом уже красить тем, который идет следующий. То есть у меня на данный момент это белый. И вроде как кантик должен получиться ровный, идеально. Так как у меня не очень контрастные цвета, то есть бежевый и белый, я особо не могу заметить разницу, насколько идеально у меня получилось. Но вроде бы хорошо. Давай, кто быстрее. Какая красота. Все сияет и блестит. Подложка просто классная. Ага, мне так нравится. А куда ты, кстати, делал этот ламинат? Я его все собираюсь поснимать и забываю. Спустилась вниз и сразу покажу ламинат. Он здесь у нас лежит для нашей спальни. Цветом он светло-серый. Тоже имитация дерева. И он, кстати, очень даже сочетается вот с этим темным. Единственное, почему выбрали светлый, потому что у нас же белая собачка. И на темном будет все видно. То есть все ее волосы, что у нас, выпадают постоянно. Это будет просто снежное поле. Костя, что тут у ребят? Как дела идут? У них уже больше полкомнаты положено. Молодцы. Сейчас будем соревноваться, кто первый закончит. Мы две или вы одну? Молодцы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому. Друзья, всем доброе утро. Мы, конечно же, на стройке. Вчера я не успела доснимать уже, чем у нас закончилась наша кладка ламината. Но мы работали до 8 часов, а мы уложили все, всю нашу спальню. Ребята, кстати, нас не победили. Они не доложили в ряд. Стунеядничали, устали, поехали домой. Сейчас поднимемся, посмотрим. Так, а что еще сегодня? А сегодня у нас, кстати говоря, 14 января. Это у нас Старый Новый год. Так что всех с очередным Новым годом. Сегодня мы будем заниматься тем, что нам надо доделать вот этот подоконник. То есть, точнее, его надо не доделать, а снять вот эту часть фармацевой плиты, потому что прикрутили мы ее зря. У нас приходит кухня на следующей неделе. Теоретически, я надеюсь, что все-таки так все и будет. И высота кухни не позволяет вот эту вот высоту подоконника, то есть его придется убрать, чтобы она была нормальной. Высоты 86, по-моему, сантиметров. А так, если остается этот подоконник, то нам ее выстраивают на 90 с хвостом. Это мне не подходит. Для меня это высоковато. В общем, открутим. И пойдем сразу посмотрим наш ламинат. Итак, а, я тут еще и окно закрывала. Работали мы долго до 8 вечера. Хотелось все доделать. Сейчас окно открываем. По плану у меня сегодня здесь пропылесосить и протереть полы, потому что пыльно. Немножко прибраться. И, в принципе-то, мы готовы к переезду. Осталось у нас совсем чуть-чуть. Тут тоже можно свет включить. Все. Поставить плентуса. Но плентуса мы заказали, когда придут, по-моему, на следующей неделе придут. Поставить плентуса и можно переезжать. Вот такой цвет. Сочетается со стенами он хорошо. Ребята сказали, пацаны, что, типа, очень светло получилось для спальни. Это плохо, как в больнице. Я не считаю, что очень светло. И не как в больнице. Плюс это наш собачонок. У него белые волосы. Поэтому вот этот ламинат серый такой. Тепло-серый, как я называю. Он очень подходит для нашей блондинистой собачки. Он вполне хорошо сочетается, кстати, вот с этим темным серым. Они в одной цветовой гамме, только в разных оттенках. Этот темный, этот светлый. Так, все. Пойдем посмотрим, что ребята не доделали. А они не доделали. Максим себе выбрал вот такой коричневый. И не доделали они один ряд. Вот прям буквально поленились, не остались. Им надо было только доложить его. И комната была бы готова. Ну, дети, цветы жизни. Хотя какие дети? Одному 19 будет, другому 24. Лоси. Получилось тоже хорошо. Сегодня Максим приедет, доделается этот окончательный ряд. Ну, еще его ждет лампа. И подготовка к переезду тоже плинтуса. Но это вот плинтуса придут, все поделаем. Все приставим, приклеим. Открутили верхнюю формацию плиту, то есть уменьшилось на сантиметр, сколько он там, сантиметр-два миллиметра, она, по-моему, в ширину, в толщину. И подклеила дырки, которые были, где прикручена была, заклеила обратно вот этим вот скотчем пароизоляционным. Все, все у нас готово для установки подоконника. Теперь мне надо немножко пропылесосить тут. Максим доделывает свой оставшийся ряд. Завтра он уезжает в командировку на неделю, поэтому надо все это постараться. А мы будем доделывать ванну. Точнее, мы-то что, Вова будет доделывать, а я поснимаю. Ему остался только силикон здесь по вертикальным швам, углам по внутренним. На полу он уже все сделал. Ванна получилась, я, кстати, еще не показывала. Покажу, какая получилась ванна. Очень красивая, полный восторг. Он мне сделал вот такие бойницы там, где душевая зона для шампунек. И вот такую полку. У нас стоял вариант, что мы хотим сделать вот тут вот с дверцами. Потом мы решили, зачем нам это все. Оставили только вот эту вот, скажем так, широкую полочку. А еще он сделал мне такую фишечку. Тоже заморочился. Ну, я его заморочила. Он, конечно, не хотел, вредничал немножко, потому что это лишняя напряга для него. Но ничего, сделал, получилось все очень красиво. Все у нас подобрано в цвет. И пол, и вот эта зона душевая, где кабина придет. Кстати, кабина придет, мы ее заказали. И, по-моему, на следующей неделе она должна прийти у нас. На той же неделе, что и кухня. Только ставь. И останется нам повесить только сантехнику. Вот, то есть краны, унитаз, раковину и саму душевую кабину. Все, и тут уже можно мыться. В принципе, тут уже можно мыться. Страшное дело, что там у Максима грохот, что-то он там пилит. Мы на сегодня закончили, а он заканчивает. Сейчас подождем мы, как он доделает, и будем собираться. Подготовлено себе еще такую ОСБ плиту под аквариум. У меня же два аквариума. Мне надо будет как-то их перевозить. В общем, вот на этой вот деревяшке я их повезу, зафиксировав. Так, на сегодня все. Следующее видео уже, наверное, будет по переезду. Ну и, разумеется, будет небольшое видео по кухне. Тоже вставлю. Всем пока, всем хороших выходных и хорошей рабочей недели. Здоровья, до новых эфиров.